Привет, друзья! Спасибо, что смотрите мои видео. Стараюсь в декабре выложить как можно больше полезного контента, полезных роликов. Особенно в этот такой новогодний период, когда все решают, что же себе выбрать, какую монету. Вы мне много написали в комментариях по поводу инвестиционных монет. Вот я рассказал про монеты из серебра Украины. А сегодня в этом видео я расскажу вам про инвестиционные монеты. Я буду не сам, я буду с гостем, а экспертом по этой теме, чей канал я лично смотрю. Но в первую очередь я хотел бы сказать огромное спасибо магазину GoldSilver.org.ua за предоставленную скидку на монеты, которые сегодня я приобрету. Я с моим гостем расскажу вам, какие монеты стоит покупать для инвестирования на подарок из серебра. Очень-очень советую, будет полезный классный контент. Привет, дорогой гость. Давай знакомиться, это первый наш стрим. Как удобнее на вы, на ты? Так, я думаю, что удобнее, конечно, на ты, да, потому что все-таки и возраст у нас примерно, я думаю, внешне похожий. Поэтому, да, не увлечение общее. Я тоже буду на ты тогда, Алекс зовут моего гостя. Расскажи, пожалуйста, немножко, чем ты занимаешься, какая твоя любимая тема в нумизматике, в монетах, в чем-то еще. Канал у меня монетный, но посвящен, скорее, не обычным ходячным монетам, а о монетах из драгметаллов. Монетах из серебра больше, немножко из золота, больше с уклоном, наверное, на инвестиционные монеты иностранных государств, то есть не стран СНГ, потому что просто их там гораздо больше выбор, да и цены зачастую дешевле. Канал у меня называется Silver Staking Academy. Почему по-английски? Потому что у меня очень до этого был англоязычный канал. Ну и потом его забанили, и я от обеда решил сделать русский канал, но название оставил вот такое англоязычное. В английском языке Staking это собирательство, да, на русский трудно переводиться, но смысл в том, что вот движение собирателей золота и серебра на английском называют Stakers. Stakers. Поэтому как бы они Silver Stakers, Gold Stakers, поэтому кому интересно, кто знает английский, набираете вон Gold Staking или Silver Staking, там куча довольно интересных англоязычных каналов. У меня есть несколько серебряных монет, но я не погружался, и как только я начал снимать ролики про монеты, очень много людей начал спрашивать более конкретно про инвестирование, про какие виды монет, каких стран бывают. Так как я в этой теме не так давно именно в серебряных монетах, в инвестиционных, я посмотрел, случайным образом попал на канал Алекса, посмотрел очень контент интересный, профессионально снятый, хорошо озвученный. И я сразу решил, что надо пообщаться, познакомиться, и вот благодаря, скажем, Ютубу, да, вот мы сейчас общаемся, вот, ребята, советую всем подписаться, очень хороший контент, вот, а в этом... Да, и, кстати, абсолютно перебью, безвозмездная реклама со стороны монет, канала Монета Украина, то есть, как бы, ну, приятно, конечно, что кто-то позвонил из другого государства, да, просто решил даже, даже не столько помочь, раскрутиться, конечно, просто пообщаться, и здорово, здорово, что есть у нас такие хорошие люди. Значит, какие, вот, о чем бы мне хотелось, вот, предложить поговорить в данном, в данном, вот, эфире. Очень много людей писало мне вопросы, с чего стоит начать инвестировать. Да, вот есть разделение монеты обычной у нас, как, и инвестиционной. Почему, откуда такое произошло разделение? У нас, Центробанком России, есть перечень, в кавычках, инвестиционных монет. То есть, монет, ну, как, во-первых, во-первых, если говорить о налогообложении, то инвестиционные монеты не облагаются при купле-продаже налогом, НДС, в России, во всяком случае. Поэтому, как бы, инвестиционные монеты, они, по умолчанию, дешевле стоят. То есть, дешевле цена металла в этой монете на грамм, если бы, ну, допустим, цена металла на грамм. Хотелось бы в каком-то таком, ну, возможно, сжатом формате, коротком, для новичков, тех, у кого нет вообще монет, показать, там, рассказать основные какие-то такие вот главные монеты, с чего вот, может, стоит начинать. Конечно, ну, нужно начать с того, что нравится, но вот, возможно, есть такое. Я согласен. Ну, давай сейчас попробуем, я попробую наговорить как-то побыстрее. Ну, вот, в сжатом варианте, прям, да, какие монеты можно приобрести изначально. Безрисковые. Ага, вот так, безрисковые. Ну, вот смотри, Алексей, давай так, если мы говорим, вот что бы хотелось посоветовать зрителям твоего канала, да, для новичков я бы посоветовал некоторые, назовем, опять же, в кавычках, безрисковые монеты. То есть, монеты, которые, купив которые, ну, прогадать довольно сложно. Потому что, все-таки, вряд ли серебро существенно от текущих отметок, особенно в рублях и в гривнах, упадет. Ну, а эти монеты, вот, которые я назову, выпускаются ограниченным циражом, это раз. Во-вторых, дизайн у них меняется ежегодно, это два. И эти монеты пользуются популярностью не только, и не столько на территории стран СНГ, но и во всем мире. Поэтому, если мы говорим о серебряных монетах, это монеты Австралии, это коалы, кукабары, это австралийский лунар. То есть, это монеты, которые выпускаются, во-первых, на протяжении уже длительного времени, то есть, имеют большую, назовем так, FEM-базу во всем мире. Монеты выпускаются эти ограниченным тиражом, хоть и довольно приличным, измеряются сотнями тысяч, и дизайн монет, как я уже сказал, меняется ежегодно. Что, конечно, приятно, коллекционер купил, положил в коллекцию, в следующий год купил другую, с другим дизайном, как правило, все довольно симпатично. И зачастую, кроме симпатичности, потому что все-таки симпатичность, это не критерий инвестирования, да, просто люди, вот сегодня, к примеру, вы начали копить в этом году монеты, как говорится, появляются новые коллекционеры, новые рождаются люди, через лет пять кто-то начнет копить те же самые, да, коалы, кукабары или панды. Ему захочется в свою коллекцию купить монеты прошлых лет. И вот монеты прошлых лет, как правило, из этих серий, они стоят дороже, чем монеты текущих годов. То есть, не сказать, не всегда намного, а иногда, кстати, намного, и там, может быть, это и в пять раз больше. Поэтому, еще раз говорю, это безрисковый, беспроигрышный вариант покупки монет серий, популярных серий, в которых дизайн меняется ежегодно. В английском это называется теми нумизматикса, в русском, ну, можно перевести как пол-нумизматический монет. То есть, монеты, имеющие, во-первых, какую-то, ну, нумизматическую, опять же, все это возьмем крайне в кавычки ценность. Хотя, если говорить по-английски, то все-таки нумизматика это вообще собирание монет. Но, мне кажется, у нас больше на наших, что в России, что в Украине, все-таки к нумизматике относят какие-то старинные, редкие монеты, а не текущую, да, текущий монет, который выпускается в настоящее время. Ну, это, на мой взгляд, сугубо. Все это довольно это, все это, не как гора терминов. Для себя, если я хочу выбрать, например, монету, хотя бы иметь одну, для того, чтобы показать ее зрителям в эфире, какую одну монету, вот, ну, панды, да, возможно, ты у нее посоветуешься купить? Да, ну, вот смотри, да, купить панду, конечно, панды нравятся всем, а именно даже моей жене нравятся. Она вот из всех монет, только панды ей нравятся, поэтому это уже говорит о популярности монет, хотя жена у меня крайне так, это, равнодушно относится к серебряным монетам, менее равнодушны к золотым, вот, но панды ей нравятся, панды ей нравятся, вот, куалы симпатичные монетки, вот если так вот говорить еще раз, ну, вот с куалой точно не прогадаешь, ой, куалы, с пандой точно не прогадаешь, панды копят китайца, для них 8 миллионов, раньше вот был тираж 1 миллион, потом подняли до 6, вот не соврать, сейчас он то ли 9, то ли 8 миллионов, просто могу ошибиться, но в любом случае не больше с этого года, вот, поэтому, поэтому, китайцев очень много, все очень много там остается у них этих монет на местном рынке, вот, китайцы, кстати, очень любят серебро, очень также любят золото, и, как ни странно, они очень сильно любят изделия, особенно ювелирные, из платины, то есть, вот, рынок с платины, платины в ювелирке, это Китай. А янтарь, они не любят янтарь, 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 янтарные брошения. Вот, слушай, а вот янтарь я не знаю, насколько популярен в Китае, вот, кстати, интересный вопрос, что-то, мне кажется, может, они о нем и мало знают, надо толкать, надо толкать, особенно в Украине, у вас же там месторождения найдены, вот, поэтому, ну, не знаю, не знаю, насколько они любят, вот, может, просто не знают. Хорошо, я услышал, по монетам посмотрю, буду выбирать себе что-то такое, вот, чтобы показать зрителям, возможно, уже в этом выпуске я какую-нибудь монету себе закажу, что бы хотелось добавить к тому разговору, который у нас вот был? Алексей, ну, смотри, насчет панды я тебе посоветовал, да, без проигрыша, это вариант, поэтому можно ее смело купить, из самых простых инвестиционных монет можно купить американский серебряный орел, вот, можно купить, если мы говорим про подписчиков в Украине, это Архистрадик, я думаю, тоже будет, если по нормальной цене удастся купить вот перечисленные монеты, покупайте, в любом случае дешеветь в наших валютах, они вряд ли будут, скорее всего, вырастут. Прежде, единственный момент, да, прежде чем инвестировать, что в золото, что в серебро, что в биткоин, хотя я не советую, вот лично я не советую туда инвестировать, но, опять же, дело каждого. Советами каждый делает, каждый делает, как считает нужным, кто-то обогатился и на биткоинах, да, поэтому, прежде чем куда-то инвестировать, внимательно изучите эту тематику. Есть YouTube-каналы, посвященные, да, именно, инвестирование в золото и серебро. Я после того, как начал выкладывать и пытался немножко продвигать свои видео, действительно, очень был большой отклик и интересы собирателей, начинающих, в том числе, и не только начинающих, собирателей золота и серебра. Тема, действительно, сохранения своих сбережений, она в наших странах популярна. Понятно, по каким причинам. Поэтому, получая отклики, я стал стараться размещать видео на какие-то, на темы, которые интересны максимальному количеству людей, да, интересующихся этой темой. Какие инвестиционные монеты покупать? Покупать золотые или серебряные монеты? Где покупать монеты? Вот, это я даже создал такой, создал такой плейлист на канале «Библия инвесторов золота и серебро». Ну, кроме того, например, понятно, что лично и мне интересно, да, и зрителям канала интересно смотреть о каких-то новых новинках, выходящих в монетном мире, о популярных сериях инвестиционных монет. И я тоже стараюсь как-то интересно рассказывать про какие-то новинки, да или просто про те серии, которые уже выходят, допустим, несколько десятилетий и которые давно уже заслужили популярность во всем мире. Напоследок, может, что-то пожелать, так вот буквально в двух словах всем, кто посмотрел этот ролик? Вложение, что в золото, что в серебро, на мой взгляд, вещь крайне перспективная. Понятно, что для людей, которые, ну, единственное, что я имею в виду перспективность с точки зрения возможного дальнейшего роста цены в долларах. В рублях, в гривнах, я уверен, на 99%, что оба этих металла и, соответственно, монеты из него, они в цене будут однозначно расти. В долларах тоже вероятность большая, что вырастут. Прежде чем вкладываться в эти металлы, опять же, внимательно изучите вопрос. Раз. Во-вторых, имейте в виду, уважаемые зрители, что вкладывать в золото и серебро, это все-таки инвестиции на долгий срок. Сегодня, то есть, долгий срок, это может быть 5-10 лет. То есть, не нужно, понятно, что если вдруг это все вырастет резко, там, через месяц, здорово, да. Но нужно быть готовым к тому, что драгметаллы будут расти, но довольно медленно, да, зачастую опережая доллару инфляцию. Но бывает, что у металлов бывают просадки. То есть, сегодня серебро стоило, или золото, допустим, тысячу, там, я не знаю, 300 долларов, а завтра оно упало до 1100. Бывает такое, периодически на бирже. Это как с нефтью. Но нужно быть к этому психологически готовым и не бежать продавать монеты, там, как только что-то упало. Потому что, еще раз, драгметаллы, инвестиции на долгий срок для терпеливых инвесторов. И не надо все вкладывать в драгметаллы, всю свою, как говорится, свободную наличность. Потому что деньги периодически людям, ну, периодически бывают нужны. И когда вы будете, если все у вас вложено в драгметаллы, вы решите это экстренно продать, то вы потеряете, да, на купле-продаже деньги. Поэтому подходите к любому вопросу, к любой инвестиции разумно. Как говорится, диверсификацию никто не отменял. Но пока, несмотря на то, что многие говорят, что доллар вот-вот там рухнет, упадет, многих он пережил. Многие мои знакомые американцы как раз, как ни странно, переживают по своей валюте. То есть, вот как бы тоже покупают активно золото и серебро. Все-таки я к этому как-то, к доллару более верю в доллар. Вот, но, еще раз, какую-то часть храните в долларах, которая вам вот нужна, все-таки, да, более в оперативном управлении. Какую-то, наверное, в рублях и в гривнах, от этого мы никуда не уйдем. Вот, золото и серебро – это все-таки стратегические инвестиции. Поэтому образование, да, ваше инвестиционное первое. Второе – терпение. Третье – постарайтесь покупать все-таки все за разумные деньги. Вот, здоровья, удачи, смотрите хорошие YouTube-каналы. Спасибо всем, кто смотрел это видео до конца. Давайте поблагодарим Алекса за это интервью. Подпишитесь на его канал, обязательно поставьте колокольчик. И также, кто не подписан на мой, подписывайтесь, друзья. Впереди много интересных видео. До новых встреч, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!